Всем привет, ребятки! Всем привет, девчатки! Как вы догадались, судя по превьюшке, по названию этого ролика, сегодня у нас копии техники Apple с сайта Алиэкспресс. И, как ни странно, на самом деле на Алиэкспресс вроде бы всё это дело запрещено, но по факту этого там очень-очень много, ребята. Я говорю не только про технику Apple, там балом Луи Биттона и остальных брендов. И, в общем-то, если этот видос наберёт 10 тысяч лайков, я решил это сказать прямо в начале видео, то я закажу Луи Биттон с Алиэкспресс. Сейчас мы с вами протестируем, посмотрим, что он из себя представляет. Ну, а сегодня у нас техника Apple. Погнали! Что у нас сегодня здесь есть? Так, ребята, копии у нас должны быть крутые, поэтому, дорогие, первое, это копии Apple Watch, да, во-первых, во-первых, 63 доллара, 63 доллара. Это, согласитесь, недёшево. Идём дальше. Здесь у нас копии Apple AirPods Pro. Кстати, ребяточки, они похожи уже, да, по коробочке они похожи. Ну, и цена этих копий, внимание, 46 долларов, да, это не так уж прямо и дёшево. И обычная с AirPods 23 бакса, да. Всё это достаточно дорого для Алиэкспресс, но если посмотреть на цену оригиналов, то, как бы, это уже всё и не так дорого, да. Так, здесь все коробочки мне знакомы, все, в принципе, понятны. А эту коробку, честно, я не видел. Может быть, у новых Apple Watch такая коробка. Нужно это, кстати, дело проверить, потому что она не похожа. У меня была такая вот длинненькая, да, вот такая длинненькая коробка обычная. Так, ребят, посмотрел в интернете, на самом деле, ну, нет, нету таких коробок у Apple Watch. Здесь они особо насчёт коробок не загонялись. Это видно здесь ни слюды, ни какой-то красивый... Ну, видно, что это коробки, видно, что это не оригиналы. Сразу сходу, как только ты их взял в руки, особенно, что касательно часов. Я уже за своими часами сходил в свои наушники, взял, чтобы чётко посмотреть вот эту разницу, да, чётко всё проверить. Но недёшево, ребят, я считаю, что это недёшево для копий. Халявы, короче, не будет. Потому что халява есть, друзья, только в одном месте. Это в приложении Waffle. Подождите, ребят, подождите, вы не знаете, что такое приложение Waffle до сих пор? WF Family оно сейчас уже называется. Тьфу на вас, ребятки. Так, Waffle это приложуха для настоящих вейперов. Это социальная сеть для вейперов. И если вы активно участвуете в жизни этой социальной сети, вы получаете баллы. А за эти баллы вы получаете вейп. И вот там есть реальная халява. Кстати, в Waffle появился совершенно новый раздел. Называется продукт-каталог. Здесь вы можете выбрать совершенно любой вейп и узнать о нём подробную информацию. Или, опять же, вот по брендам можно здесь сориентироваться. Заходите, выбираете какой-либо бренд, какой-либо вейп. Можете спросить о этом вейпе какой-либо вопрос. Можете написать о нём обзор и получить за это баллы. То есть это очень удобно, потому что вейпов в последнее время просто огромное количество. Можно вбить просто в поиски тот вейп, который вас интересует. Вот здесь есть по разделам моды, киты, поды. То есть чего угодно. В общем, этот раздел реально помогает в мире вейпов ориентироваться. Потому что их огромное количество стало в последнее время. Плюсом, кстати, в Вафле проходят постоянно всякие крутые розыгрыши. Допустим, вот Miss Waffle 2021. Заходим на этот розыгрыш и читаем, да, что здесь, в общем-то, будет конкурс красоты среди девчонок, да. То есть вы делаете пост с тегом Miss Waffle и так далее и тому подобное. Здесь читаете, собственно, все условия и принимаете участие. И можно получать достаточно много призов. И в Вафле, кстати, такие розыгрыши проходят постоянно. Вот на 14 февраля там что-то было, теперь есть на 8 марта. Ну и самое главное, всегда меня спрашивают, как зарабатывать баллы. Вот у меня очень много баллов, ребята, я вам сейчас покажу, как это работает. Во-первых, вот посмотрите, да, какое огромное количество здесь вейпов можно обменять за баллы. А баллы, собственно, зарабатываются каким образом? Вот здесь даже как накопить баллы, заходите, да. У меня очень-очень много баллов. Нажимаем «История баллов» и видим «Инвайт-код», 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 «Опубликованный пост», «Чек-ин». Это я зашел, отметился, что я в приложении «Инвайт-код». То есть у меня в основном это «Инвайт-коды» приносят баллы. Это в моем случае хорошо работает, потому что я вам, подписчикам, показываю. Вот, допустим, видите, здесь есть раздел «Пригласить». Пожалуйста, есть мой код приглашения. Вы можете свой код приглашения скидывать друзьям. За этот код приглашения они лишний раз бесплатно могут крутануть рулетку. Здесь есть рулетка для баллов, ребята. И эта рулетка, кстати, работает только за баллы. Эта рулеточка не работает за деньги, да, это, то есть, не какое-то там казино и так далее. То есть вы за баллы ее крутите, баллы и вейпы здесь в рулетке выигрываете. Пожалуйста. Вот таким образом это работает, только что я проиграл немножечко баллов. Ну, здесь, как бы, проигрыш даже небольшой, а выиграть можно нормальненько. То есть там можно... Вот, например, отыгрался, пожалуйста, и последняя попытка. И последняя, я все равно проигрался. А, ну-ка. А, здесь, кстати, уже... А, нет, только-только можно только три попытки. Ну, опять же, может повезти и выиграть вейп. И опять же, ребята, можно не только делать им вайпы. Загрузить фотографии, вступать в группу, подтвердить почту, заполнять профиль, добавлять свой девайс, опубликовать пост, лайкнуть пост, читать другие блоги, комментировать другие блоги, отвечать на вопросы. За все это зарабатывайте баллы и меняйте их на вейпы. Так что, ребята, ссылку на вафл я оставлю вам в описании к этому видео. Так, у меня баллов много, поэтому традиционный розыгрыш от Букреева разыграем 10 тысяч баллов. Вот он очень простый. Скачивайте по ссылке в описании в вафлю. Если она у вас скачана, то это тоже можно участвовать. Находите меня в поиске, пишите в поиске Букреев, находите меня, находите последний конкурсный пост, ставите этому посту лайк и пишите комментарий, почему именно вы должны выиграть. Разыгрываем 10 тысяч баллов одному победителю, единственному везунчику, счастливчику. В общем-то, друзья, участвуйте в розыгрыше, результаты будут тоже прямо в вафле. То есть прямо в вафл на своей страничке я выкладываю результаты. Погнали смотреть, что у нас вот здесь. Опа, открылось. Так, ну раз уже Apple Watch наши за 63 доллара открылись, ребята, давайте посмотрим поближе. Ну, в принципе, в коробочке все достаточно цивильно. Все, даже в пакетик наши Apple Watch положили. Слушайте, ну они прямо такие металлические и достаточно приятные на ощупь. И обязательно нам, естественно, положили версию, да, вы поняли какую версию? Красно, в 4G или как эта версия называется. Короче, это не простые, как у меня на руке, это прямо продвинутые. Так, ну и ремешок. Слушайте, я сейчас трогаю ремешок на ощупь. Он даже, видимо, с коробки еще не засаленный, не замурцюканный. Он даже кажется поприятнее, понежнее, чем мой ремешок, как ни странно. Так, в комплектации мне очень интересно, какая зарядка и как она будет работать. Ну, я имею в виду, будет ли она так легко магнититься, как к обычным Apple Watch. Так, ну, хочу сказать, что магнитик достаточно слабенький, да. То есть, в принципе, это так и работает, но магнитик слабоват, да. То есть, легко отваливается. Ну, ладно. Блока питания, конечно же, у нас нет в комплекте. Зато есть, ребят, посмотрите. Это вам не настоящий Apple, это копия. Пожалуйста, здесь есть чехольчик на часы, сразу же имеется. Слушайте, ну, визуально, вот просто, вот, сдалека я практически разницу не вижу. Слушайте, я свои Apple Watch выключил, да, чтобы они не особо. Во-первых, это, скорее всего, разные модели, да. То есть, тоже следующая модель, та, которая покруче, которая, видите, экранчик, типа, побольше. И, наверное, вот эта шайба должна быть, наоборот, потоннейшая, поменьше. К сожалению, оригинала под рукой нет. Но, в целом, друзья, вот просто по ощущениям, я сейчас держу в руке, единственное, что выдает копию, это легкость. То, что они действительно как-то полегче. Приятный достаточно ремешок, сзади все тоже выглядит достаточно неплохо. Опять же, интересно, как сзади выглядит датчик у вот этой новой серии Apple Watch. То есть, на самом деле, друзья, я вам скажу честно, сдалека вот таким образом вы в жизни там не поймете, что у человека на руке, настоящий Apple Watch или нет. Нет, выглядят они очень даже достойно. И тактильно тоже приятно ощущается. И, опять же, единственное, конечно, вес. Ну, и ремешок все-таки, он какой-то, знаете, более мягенький, более податливый, да. Вот что-то в нем такое есть. Как бы не такое качественное, знаете, на ощупь. Что-то такое мощное, толстая резина. А здесь такое, не-не-не, не-не-не. Давайте включим, посмотрим. Эти, это свои включу, а эти, может быть, разряжен. Ой, так, слушайте, друзья. Я, ага, ну, мы уже видим разницу, да. То есть, Велкам и Яблочко. Кнопка, конечно, тактильно нажимается совершенно по-другому. То есть, это вообще что-то другое. И, естественно, джойстичек тоже нажимается по-другому. Кстати, посмотрите, как быстро включились наши копии, да. То есть, прямо это произошло очень-очень быстро. Много-много всяких разных функций. Слушайте, это даже внутренняя оболочка немножечко похожа на Apple Watch. То есть, на это был закос. Почему, конечно, не сделали вот этот дисплейчик? Я бы его немножко поменял. Может быть, здесь есть что-то, что более похоже на оригинальный какой-то Apple Watch дисплей. Вот этот, по-моему, есть похожий дисплей в Apple Watch, типа Nike и все такое. Так, ну, такой это уже тоже с каким-то намеком на Apple Watch. В принципе, это тоже, в принципе, и в Apple Watch. И такой дисплей. Слушайте, посмотрите, как долго мои часы включаются. Я их специально выгляжил, чтобы они глаз не мозолили. Но здесь, здесь, здесь как бы есть, друзья. Здесь, типа, есть похожие дисплеи. Я сейчас подберу, и мы прямо сравним. Так, друзья, на самом деле, очень много есть похожих дисплеев. То есть, они действительно постарались. Но я такой выбрал, знаете, чтобы прямо отобразить реальность. То есть, посмотрите на движение медузы на этом дисплее. И мы запускаем. Ох, пошло добро. Ох, хорошо-то как. Так, и на самом деле, да, вот я только что листал. Наверное, многие люди, которые пользуются часто, Apple Watch меняют разные дисплеи. Потому что я, на самом деле, себе там 1-2 поставил, выбрал, настроил, как мне нужно. И все, я его не трогаю. То есть, ну, вы понимаете, что здесь есть много похожих. Так, ну, хорошо. Давайте перейдем вот это меню. То есть, мы сразу же, естественно, здесь ощущаем плавность работы. Но на самом деле, меня что радует? Меня радует то, что китайцы хотя бы попытались, да? То есть, они хотя бы попробовали. Давайте, ну-ка, зайдем в тренировки, да? Давайте протестируем тренировки. То есть, смотрите, здесь... Ах, как они быстро, кстати, хотят, чтобы я принимал решение. Постоянно закрываются. Вот, давайте, ходьба, зал. Ходьба, зал. На старт, на старт. Три, два, ай, я случайно нажал. Ну, смотрите, да? То есть, здесь есть, здесь была попытка. Друзья, здесь была попытка сделать как бы хотя бы в стилистике что-то похожее. Единственное, бесит, что они прям постоянно выключаются, да? То есть, ну, естественно, плавности анимации здесь не будет никакой. Понимаете, о чем я говорю? Остановим нашу тренировочку, конечно же. Хватит тренироваться. Ну, а так, визуально, друзья, сейчас покажу на руке. Согласитесь, не особо и понятно. Но, опять же, они хотя бы не сделали, типа, просто какие-то убогие смарт-часы там внутри. А хотя бы совершили попытку показать, что внутри, да, вот есть что-то, как в Apple. Сейчас парольчик. То есть, мы даже вот так шторки вытягиваем, опачки. Да нет, я хочу выйти. А, нет, вот так. Но здесь почему-то сверху, а здесь снизу. Да, то есть, вот здесь мы видим какие-то как бы почти похожие меню, да? То есть, QR-код, наверное, приложуху даже можно скачать и следить там за какими-то показателями. Давайте покажу на руках. Так, ну что, смотрите. Вот они, смарт-часы себе на руке. И вот они, смарт-часы себе на руке. Так, ну, вы можете потухнуть, чтобы у нас был тест справедливый. Они не будут, не хотят так тухнуть. Но я имею в виду, что, ребята, ну, практически это все добро не отличается. То есть, вот, сдалека, да, на большой камере, посмотрите. Пожалуйста, абсолютно. Абсолютно. То есть, ну, какие-то смарт-часы, да, это, скорее всего, Apple Watch на руках. В общем, друзья, мой вердикт именно по смарт-часам 63 бакса. Это, конечно, не дешево. Это, конечно, вы получаете самый-самый-самый простой китайский смарт-браслет, наверное, долларов за 20 максимум. Я это имею в виду по функционалу, по скорости работы. То есть, прям начиночка здесь, я не думаю, что будет хорошая. Но вот смотрите, вроде бы, если вам важна только визуальная часть, то вам, по сути, все равно, что там внутри, да, похожее что-то на Apple Watch, оболочка какая-то стоит. Вроде бы, на этом вам должно быть все равно. Но если вы хотите, чтобы это и внутри хотя бы чуть-чуть было похоже, тогда да. Тогда да. А в целом, я думаю, что, наверное, можно найти и подешевле. Может быть, кстати, даже у этого продавца есть подешевле что-то подобное на Алиэкспресс. То, что совпадает только визуально практически. Кстати, вот они не просыпаются, когда я поднимаю руку. Они хотят, чтобы я именно что-то сделал, куда-то нажал. Так, ребят, в своем Телеграме я как бы оставляю информацию по поводу вот этих девайсов, да, где их можно обнаружить на Алиэкспресс. Так что в Телеграме это все будет. Ссылочка на Телеграм в описании к видео. Так чуть-чуть безопаснее. Давайте дальше посмотрим. Давайте возьмем самые обычные AirPods и посмотрим на них. Так, открываем. Слушайте, первое впечатление хорошее. Вот я взял в руки. Ну вот не сказать прямо, что это дикий какой-то ужас. Но это не ужасно. Обратите внимание, ну здесь нет никакого трэша. Здесь нет никаких наплавлений, подплавлений пластика. Это выглядит неплохо. Давайте откроем. Опа. Пожалуйста. Внутри они в целом тоже выглядят неплохо. Так, хорошо магнитятся вовнутрь, да, то есть легко закидываются, легко магнитятся. Это важно для копий, потому что это редко. Слушайте, крышка достаточно тоже неплохо и лозится. А ну-ка, звук, звук. Они даже закрываются с похожим звуком. Единственное, опять же, здесь тоже немножечко выдает вес. Кажется, что эти чуть-чуть потяжелее. А в целом, когда ты берешь эти наушники в руку, ты не определишь. Ты не определишь их разницу. Опять же, здесь следующая модель. По-моему, у них на корпусе вот здесь вот этот диодик, а здесь этот диодик внутри. То есть смотрите, мы открываем. Естественно, мои чуть-чуть погрязнее и все такое. Но в целом этого совершенно незаметно, да. То есть оп, закрываем. Пожалуйста, у вас самые настоящие AirPods. Ну, цвет пластика, естественно, немножко отличается. Но мои AirPods могли подгореть на солнце за это время. Потому что, ну, моим уже лет и лет. Я уже даже не знаю, сколько. Ну, а так, чисто визуально не отличишь, ребят. Давайте я их послушаю и узнаем их вообще, можно нормально ли слушать. Да, прежде чем слушать, здесь в комплекте, в принципе, как бы кабелечек Lightning, да. Ну, я, допустим, себе кабелечки Lightning тоже покупаю на Алиэкспресс. Потому что они просто устали ломаться. И покупать каждый раз там по 20 баксов маленький шнурочек. Но меня это подбешивает. Я там за 2-3 доллара себе всегда покупаю. Так, давайте подсоединяться, слушать. И нужно посмотреть, кстати, как так. Смотрите, ребята, пожалуйста. Просто не ваши AirPods. То есть, мой телефон видит. Удерживайте кнопку. Ага. Подключение. То есть, идет подключение. Слушайте, прикольно, что iPhone увидел это как настоящие AirPods. Готово. Наушники AirPods Данил. Неплохо. Слушайте, ребята, неплохо. А ну-ка, вот получится, чтобы сразу все хорошо работал. Так, звук, 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 к которому я действительно привык к подключению. Почему-то он, кстати, был в одном ухе. Слушайте. Слушайте, ребята, 20 долларов, да, не стоит? Слушайте, это не так уж плохо. Так, ребят, услышит ли меня Siri? А ну-ка. А ну-ка. А ну-ка, еще разок. Я, кстати, никогда на обычных AirPods'ах не пользуюсь. Привет, Siri. Какая погода? Опа. Сейчас улучшает 2 градуса. Температура будет... То есть Siri меня слышит. Siri меня слышит. Слушайте, я не могу сказать, что это прямо что-то невероятно ужасное. Да, естественно, это не AirPods, который самый обычный, но это прям не так уж плохо. Серьезно. Я думал, что по звуку, действительно, думал, что будет хуже. Здесь есть и басик, и все такое, но, честно, звук немножечко зажатый. Звук немножечко зажатый как бы внутри, высоких вот такой, знаете, четкости, резкости звука не хватает. Но это нельзя сказать, что невероятно плохо. Это не скажешь так. Это реально не скажешь так. 20 долларов меня это больше привлекает, на самом деле, чем вот эти Apple Watch. Потому что это действительно больше похоже на AirPods. Опять же, это имиджевый товар. Если вам важно, чтобы в ваших ушках были вот именно AirPods'ы, но не так важен вам звук, то 20 баксов, это реально неплохие, это неплохие копии за эти деньги. Вот серьезно. Я копии разные держал в руках, и это прям неплохо. Обсирать я просто так не буду, но если часы ты такой берешь, а ты такой ня-ня-ня, ну что-то не то. А здесь как бы, ну, какие-то, какие-то странные AirPods, да, и больше никаких загонов у тебя нет в этот момент. Так, следующие это прошки, ребята, в два раздорожатся, да, уже 43 бакса, пожалуйста. Вот такие упаковочки у них, вот так это все выглядит. Смотрите, и здесь, кстати, есть описание, да, написано, что Siri нас слышит, и 8D, 30D, 8054D, Sound, и остальные, как бы, характеристики. Хорошо, хорошо, давайте откроем, посмотрим. У меня прошек, к сожалению, сейчас нет, но я прошки слушал в другом обзоре копии, если что, он тоже будет в подсказках, то есть там, ну, как понять, да, если вам интересен мир копий, сравнить, понять, что себя они представляют. Так, слушайте, ну, кейс вполне себе, кейс вполне себе, все достаточно неплохо выглядит. Первое впечатление также, в принципе, хорошее, да, то есть, когда ты их достаешь, ты, в принципе, не чувствуешь, что это прямо какой-то лютейший зашквар. Хотя, конечно, если поближе порассматривать, то это уже более заметно. А ну-ка, ребята, эксперты, в комментариях, пожалуйста, вот так это выглядит все добро. Совершенно неплохо, я считаю. Я вообще, честно, ребят, я вообще не топлю за копии, я бы такой, что лучше пособирать и купить оригинал, но у людей бывают разные цели, разные задачи. Так, давайте один наушничек достанем, посмотрим его поближе. Тут, конечно, на камере я вам не смогу продемонстрировать, вот здесь немножко внизу они как бы палятся, что это копии, вот, ну, как-то вот чувствуются вот эти металлические вот эти накладки, какие-то вот легкие, что ли. Не знаю, ну вот есть какое-то, есть какое-то тактильное ощущение, а вот кейс вообще сделанный реально на ура. То есть вот как он закрывается, открывается, достаточно он тяжеленький, выглядит, мне кажется, тоже неплохо. Давайте посмотрим, кстати, Apple смартфон увидит эти наушники. Я, конечно, сомневаюсь, что в них можно будет включить функцию шумоподавления. Так, не ваши AirPods Pro, подключите, удерживайте кнопку, то есть он их тоже замечает, как AirPods Pro подключение. Кстати, прикольно, что звуки, да, все реальные, вот как ты подключаешь обычные наушники управления, мультимедиа. То есть хорошо, он нам показывает, что мы можем сделать для воспроизведения управления шумом, нажмите, удерживайте любой наушник. Хорошо, мы это тоже попробуем. То есть нам даже здесь пункт управления, нажмите, переключатель громкости, чтобы посмотреть дополнительный элемент управления для режимов. Отлично, хорошо. Сейчас мы это все проверим. Пространственное звучание. Смотрите и слушайте, как это работает. Так, кстати, смотрите, то есть... Так, стереозвучание. Пространственное. Во-первых, у меня, по-моему, у меня только один наушник работает. Эй! То есть я разницы никакой не чувствую совершенно. Хорошо, готово, они подключены, но почему-то у меня только один наушничек играет музыку. Так, включаю музыку. Ох, сейчас был очень мерзковатый звук в одном ухе, звук подключения. Подключены. Ну хорошо, почему вы не играете? Походу здесь есть функция шумоподавления. Я... у меня просто не включается почему-то музыка, я хочу это все проверить. Я не могу понять, почему не играет, потому что все звуки, вот, я там включаю, переключаю, включаю прозрачность. Я себе... да, короче, слушайте, здесь есть функция шумоподавления, то есть она работает. Я хочу услышать это с музыкой, почему-то я не... почему-то только не работает музыка. То есть, ну, что-то в этом есть. Слушайте, получается очень странная ситуация. Собственно, какие-то видео, вот, например, на ютюбе воспроизводятся, кстати. То есть, опа, басы пошли. А если я включаю, типа, Apple Music, почему-то музыка не играет. Я не знаю, как это может работать и почему так происходит. И, собственно, хочу потестить пространство. Совершенно ничего не меняется, пространственное звучание включено-выключено. А вот управление прозрачностью. А ну-ка. Сейчас у меня прозрачно, то есть я слышу все звуки. А теперь шумоподавление. Так. Слушайте. А ну-ка. Это был, конечно, достаточно странный тест, но это, походу, работает. Это, конечно, совершенно не то шумоподавление, которое в оригиналах. Потому что в оригиналах, когда ты включаешь шумоподавление, ты как будто не в вакуумных наушниках, а ты в тишине. А здесь же ты все-таки вот это... Мы тянем вот этот гул мозг твоего, да, сосудов, головного мозга. И всего остального. Он все-таки остается в такой мычании, как ты обычный вакуумный наушник одеваешь. Оно остается. Но в действительности шорох и окружающая среда, там где-то ремонт вдали. И звуки, допустим, света. Да, у меня здесь свет, у него кулера крутятся. И есть небольшой звук. Я их слышу меньше. То есть здесь какая-то функция шумоподавления есть. Извините, конечно, что я затянул слегка этот тест. Но я должен был это понять. Слушайте, но были у меня копии AirPods Pro. И это неплохие копии Apple AirPods Pro. Вот что я вам хочу сказать. То есть iPhone их видит. Визуально они очень похожи. Теряете вы, мне кажется, в основном. Это вот в этом шумоподавлении и качестве звука. Но извините, в цене, конечно же, это все гораздо дешевле. Хотелось бы еще протестировать в долгую, да, сколько будут работать аккумуляторы. Потому что я знаю, что у этих копий есть проблемы. Что достаточно быстро это все добро разряжается. Но в целом, друзья, это не так плохо. В общем-то, всю информацию по поводу продавца вы найдете в моем Телеграме. Он, собственно, для этого и создан. И если наберем 10 тысяч лайков, я закажу чего-нибудь еще. Каких-нибудь еще прикольных, интересных копий с Алиэкспресс. В целом, в целом, я считаю, что эти вещи стоят своих денег. Но, опять же, вы должны понимать, зачем вы это покупаете. Все, все равно вы не получите и близко того звука, который есть в оригинале. А визуальную составляющую, я считаю, что практически, практически не отличается. Ну, а вообще, мое в целом мнение, то лучше уже насобирать и купить настоящее, оригинальное. Но тут уже каждый решает сам для себя. Я надеюсь, что я расставился в точке надли по конкретно этим копиям. До новых встреч. Увидимся вскоре у меня на канале.